На пост премьера было 3-4 кандидата, но Путин сам предложил Мишустина. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС. Он опроверг также то, что их тандем с Медведевым распался. Кто и кого предлагал Путину на пост премьера в Кремле комментировать отказались. Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера предложил лично президент. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС для проекта 20 вопросов Путину. По ее словам, миссия Мишустина на посту главы налоговой службы заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков и сделать их общение с налоговой более прозрачным, понятным и менее обременительным, Путин также рассказал, что Дмитрий Медведев знал о своей скорой отставке и их тандем не распался. А Медведев когда сказали? Это наши с ним отношения. У нас с Дмитрием Анатольевичем отношения открытые, товарищеские, дружеские, много лет. У нас секретов друг от друга нет, поэтому мы с ним это обсуждали. Заранее обсуждали и в курсе был того, что происходит. Как опять шутят в интернете, распалась связь имен? Да ничего не распалось. Тандем? Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял направление своей деятельности, это правда. Но это тоже естественно. По поводу выбора нового премьера. Кто был в шутлисте? Мишустина никто не называл, кроме меня. Я могу вам сказать, что было три кандидата, четыре. Но Мишустина среди них не было. То есть это было ваше? Мое. А чем вы руководствовались? Личными и деловыми качествами Михаил Владимирович. При формировании этой команды, тут получилось, что наиболее токсичные фигуры, которые подвергались наиболее острой критике в СМИ и в социальных сетях, они ушли. На их место пришли ноунейм. Я подбирал не по критерию, согласно которому от людей ничего не известно, а по критериям их профессиональной пригодности. Как раз для меня, для Михаила Владимировича Мишустина эти люди как раз известны как хорошие специалисты. И в значительной степени я в этом смысле ориентировался на его мнение. Среди упомянутых трех-четырех кандидатов на должность премьера были тяжеловесы, уверен эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. Что касается возможных кандидатов, я до сих пор уверен в том, что среди этих кандидатов были политические тяжеловесы, такие как Алексей Кудрин или Сергей Собянин. Но для Владимира Путина было принципиально важно решить две задачи. С одной стороны, не назначить человека, которого бы сомненно стали рассматривать как преемника Путина в ситуации уже стартовавшего конституционного транзита, поскольку это было ослабляло бы самого Владимира Путина. То есть фигура должна была быть скорее технической, чем политической. И в этом смысле Михаил Мишустин подходил под эту роль. А во-вторых, конечно, для Владимира Путина было очень важно, чтобы это был человек, который с точки зрения Путина может решить задачу оживления экономики и роста доходов граждан. А это Владимир Путин прежде всего связывает с реализацией национальных проектов. Правда, вот такой скромный старт правительства с точки зрения отношения к нему общественности привел Путин к необходимости фактически через это интервью выдать некие какие-то доверия правительству и даже, я бы сказал, перенести часть своего авторитета на правительство. Но при этом четко намекнуть кабинету своей знаменитой фразой про раскачку, что действительно Путин ждет от этого правительства больших и быстрых результатов. Что касается Дмитрия Анатольевича, то я думаю, что Владимир Владимирович, во-первых, дал понять элитам, что Медведев окончательно не вписан в утильки, но при этом принципиальным является не только это заявление, но и заявление относительно так называемого вице-президента. Владимир Путин при этом подчеркивает, что говорить о Дмитрии Анатольевиче с таком в втором лице в государстве тоже не имеет смысла. Владимир Слатинов. Про членов нового правительства Путин также сказал, что часть людей в кабине людей из Кремлевской администрации, в том числе те, кто напрямую готовил нацпроекты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался назвать имена отвергнутых Путиным четырех кандидатов на пост премьера, не ответил на вопрос, кто предлагал главе государства кандидатов. А это вопрос, по мнению директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова самое интересное. Важно не фамилию угадывать. Гораздо важнее обратить внимание на механизм принятия решений. Путин говорит, мне предложили четыре кандидатуры. Значит, был некий центр мозговой, некая группа, непонятно, формализованная, неформализованная. Это было экспертное управление, это дали задачу Белоусову. Непонятно, кто был. То ли это был Медведев, предлагающий. Вот кто были эти люди, кто предложил ему четыре кандидатуры. Получается, что из тех предложенных Мишустина как раз никто не называл. Имя было не на слуху у людей. Почему тогда Путин лично его продвинул? Ну, во-первых, это интервью Путина, это абсолютно четкий информационный сброс, направленный на то, чтобы ликвидировать определенные мифы, сработать на определенной целевой аудитории и добиться определенного эффекта. То есть это не спонтанно, это очень четко спланированное, выверенное до буквы интервью. Соответственно, мы не знаем в реальности, может быть, Мишустин и был, может быть, не Путин его придумал. Но официальная версия теперь будет такая. Ну, опять же, здесь можно предположить, почему могла возникнуть эта фамилия. Путин четко сказал, что стоят задачи под цифровизацией процесса работы правительства. И понятно, что в первую очередь, конечно, в голову любому человеку, кто работал внутри органов власти, приходит фамилия Мишустин. То есть это не политическое было назначение. Это тоже очень важный момент. Он взял человека под конкретную задачу и дал ему карт-бланш на формирование правительства. Потому что он же подчеркнул, что у Мишустина была возможность отстаивать тех фигур, которые даже для самого президента не казались очевидными. Григорий Добромилов. Проект «20 вопросов Путину» продлится более месяца. Каждую неделю ТАСС будет публиковать по 4 ответа президента. Сегодня же на заседании коллегии ФСБ Путин поблагодарил ФБР США за информацию, которая помогла предотвратить теракт в Петербурге на новогодние праздники. Безусловно, будем отвечать им. Тем же отметил президент. Продолжение следует...